Российские власти серьезно взялись за мигрантов, особенно за нелегальных и нелояльных. И на первый взгляд может показаться, что ужесточения в этой сфере начались после теракта в Крокусе, но это не так. В самом начале 2024 года, до этого трагичного происшествия, мы выпустили репортаж о мигрантах, и уже тогда был заметен тренд на антимигрантские настроения. Но Крокус, безусловно, стал поводом для ужесточения давления на мигрантов. Последовала бурная реакция со стороны общества, а потом и законодательная инициатива. Мы решили узнать, почему именно сейчас и как изменилась миграционная повестка в России, что с нашим рынком труда, нужны ли нам мигранты, и вообще помогут ли новые штрафы и ограничения в этой сфере. Меня зовут Антон Кравченко, это rostyga.doc. Подписывайтесь на наш канал, сегодня это особенно важно, и оставляйте свои комментарии. Мне нравится отношение россиян к иностранным гражданам. Начинают жаловаться трудовые мигранты в том, что их избили. Есть среди них законопослужные, порядочные. Точно выполняют наше законодательство первые полгода год. У нас очень плохое миграционное законодательство. Сейчас выслать всех мигрантов, у нас встанет все. Меня зовут Алтон Бек, я приехал в Россию в 2016 году. Я учился в Томске, в политехническом. И после окончания вуза переехал в Москву. И на данный момент работаю в сфере торговли. А до 2016-го ты жил в Киргизии, да? Да. Там окончил школу. Да. Окончил школу, также технический колледж по автомобильным дорогам. И по окончании поступил в Томский политехнический университет. Сейчас у тебя гражданства России нет? Нет. На данный момент у меня гражданство Кыргызстана. После окончания вуза я приехал в Москву. Здесь у меня двоюродный брат. Временно погостил у него. За это время искал работу, квартиру. И у меня, по-моему, полтора месяца ушло на поиск квартиры. И спустя полтора месяца все-таки получилось снять однокомнатную квартиру. А кем работал сначала? Ты же не сразу пришел в торговлю? До этого я работал оператором в службе доставки еды. Занимались логистикой, приемом заказов. После того, как я нашел жилье, решил найти все-таки стабильную работу. Устроился в продуктовый супермаркет. Начал с работника торгового зала, потом товароведом стал. Отучился на заместителя директора. И после успешной аттестации я стал замдиректором. Работал три месяца, после чего мне доверили в магазин. И я стал директором магазина. Ну, это круто. Ну, смотри, ты отучился в колледже, потом закончил университет, потом переехал в Москву, здесь еще прошел курс повышения квалификации. То есть ты, на самом деле, можно тебя назвать высококвалифицированным специалистом? Да, можно. По большому счету. Так, когда у меня образование высшее. Но так получилось, что на данный момент работаю не по своей профессии. А ты как учился? Я учился на горного инженера, именно по добыче полезных ископаемых. К сожалению, мне в России не получилось устроиться именно по профессии, так как первое требовалось – это гражданство, и далее уже опыт работы. Так как мы только выпустились с вуза, и нас никуда не брали. Историю нашего героя можно назвать успешной. И, конечно, таких историй, к сожалению, немного. Большинство мигрантов, которые приезжают в Россию, не имеют достойного образования, зачастую плохо знают русский и, разумеется, не работают директорами магазинов. – Я много по своей работе общаюсь с мигрантами. Это происходит и во время контроля за капитальным ремонтом, и по управляющим компаниям. Наша работа, когда ведется, мы… Да что там говорить? Мы, когда из дома своего выходим, из подъезда, в первую очередь мы встречаем дворника. Этот дворник практически всегда мигрант. Согласны с вами? – Да, конечно. – И я очень много с этими людьми общаюсь. Они у меня не вызывают отрицательных эмоций практически никогда, за редким исключением. И бывают и разговоры по душам. Так вот, вы знаете, какая суперзадача почти у каждого второго мигранта? Приехать в Россию, получить гражданство, отслужить в рядах нашей армии и устроиться работать в полицию. – Да? – Да. – А почему? – Да. По крайней мере, дети мигрантов, которые здесь есть, они вот именно так видят свою карьеру в России. Ну, почему? Потому что это власть. Полиция – это власть. И для них это, в общем-то, очень существенно. А нам нужны специалисты. А в ЖКХ всегда нужны специалисты. Слесари, сантехники, электрики. А они так, что они приезжают, и через месяц они уже где-то в доставке или еще где-то. – Вот, это тоже большая проблема. – Да, или еще где-то, где потеплее, и не нужно с крыши снег убирать. На рынке труда произошла, на самом деле, целая революция. Появились новые рабочие места высокооплачиваемые, которых раньше не было. Это новые индустрии. Например, появились позиции в РЦ, распределительных центрах. Это огромные мега-склады, которых нужны комплектовщики, укладчики, доставщики, водители-погрузчиков. Также огромная индустрия по доставке. Это курьеры, велокурьеры, автокурьеры, пешие курьеры и так далее. И, учитывая, что на работников в этой сфере высокий спрос, в эту сферу начали перетекать рабочие ресурсы, трудовые ресурсы из других сфер. Потому что тут зарплата выше. И, с одной стороны, мы имеем то, что появились новые индустрии, новые отрасли, новые рабочие места. А, с другой стороны, мы видим отток из классических, из ЖКХ, из стройки. Сельское хозяйство наиболее, как мне кажется, сегодня испытывает потребность в рабочей силе. Потому что, как вы знаете, в агропромышленном комплексе на сегодняшний день зарплаты наиболее низкие. И вот они как бы вынуждены, пытаются конкурировать за работников, но уровень зарплаты ниже, чем, например, в городских отраслях. Бесплатно у нас ездить нельзя вообще в общественном транспорте. Давай, давай. Давай, давай. Отлично. Давай, давай, вызывай. Давай, снимай что-то, давай, выйдем на улицу. Как у нас дети, альфа-дам. Выедем теперь, как я на улицу. Давай, я лизу. Ебиво было. Выросло количество обращений от работодателей, которые ищут сотрудников. Причем выросло, кстати, количество обращений из регионов. То есть достаточно большое количество мигрантов уехало. А те, что остались, у них слишком большой выбор получился. И плюс к этому наложились еще ограничения, которые вели правительство региональное в плане запрета на работу в определенных отраслях. Малый бизнес очень сильно так вот пошатнулся, потому что, например, в малом бизнесе нам многие работодатели говорили, что у них по 8-10 лет работают мигранты, уже сплоченные коллективы, и им приходится сейчас искать им замену. А что значит замена, допустим, в маленькой пекарне? Это же надо найти тоже либо пекарей, либо их обучить, потратить время. Если, допустим, раньше предприятия конкурировали внутри отрасли, да, кто-то предлагал лучшие условия, у кого-то похуже, и люди выбирали, к кому пойти. То сейчас все конкурируют с зарплатами Яндекса, Зона. Либо работодатель может предложить там 40-50-60 тысяч максимум, либо мигрант может пойти на склад какого-то маркетплейса и там получать по 120-130 тысяч, или пойти работать таксистом на такие же деньги. Вот у нас, например, жесточайший дефицит кадров промышленности, потому что... А, ну, демографическая яма та же самая. Дальше. Значит, в связи с отдельной регуляторикой налоговой, в первую очередь, сферы услуг, у нас идет огромный отток, но за последние несколько лет, это около 10 миллионов человек, из реального сектора в сферу услуг. И в реальном секторе часто квалифицированная занятость, а в сфере услуг, как правило, это низкоквалифицированные, вообще неквалифицированные занятости. То есть, грубо говоря, инженер идет работать официантом? Ну, не так. Да, молодой токарь. Вот я сейчас могу пойти токаря молодым, 70 тысяч рублей буду получать. Я, может быть, на 300 выйду. Может быть, где-то на крутом оборонном предприятии, на высшем разряде, выйду и на 600, 700, 800 сейчас, по нынешним временам. Токарь? Ну, это единицы уникальные, как бы, да, единицы. То есть, программистов, зарабатывающих 800, не знаю, там, 10 тысяч раз больше, чем токарей, зарабатывающих 800. Но есть ли токарь, зарабатывающие 800? Есть. Но их очень мало, как бы, да. И программистов, которые зарабатывают 300, сильно больше, чем токарей, которые зарабатывают 300. И чтобы зарабатывать 300, надо учиться 10 лет у станка. А для того, чтобы пойти педали крутить и пиццу разводить, ничего не надо. Раз, 150. При этом, значит, я день-два повозил пиццу, плюнул в рожу начальнику и, значит, решил отдохнуть пару дней, как бы. А потом пришел к тому же начальнику, и он меня снова взял на работу. Ну, что, надо же кому-то пиццу разводить, ответственность ноль, как бы. Потом я его снова нахер послал и, значит, еще два дня отдохнул. В любой момент я могу забить, как бы, и мне ничего за это не будет. Токарь так не может, как бы. Проблемы очевидны, их нужно решать. В последние несколько лет власти стали принимать точечное решение в сфере миграционного законодательства, пытаясь хоть как-то контролировать приезжающих. Это обязательная дактилоскопия и цифровой профиль мигранта, и ужесточение проверок и так далее. А в этом году новый импульс, крокус. И законодатели решили уже подойти к этой проблеме комплексно. Но поможет ли такая политика? Сейчас на рассмотрении Государственной Думы находятся более 30 законопроектов в сфере миграции. И некоторые из них уже прошли первое чтение, и, похоже, в ближайшее время будут приняты. Это, например, признание организации незаконной миграции особо тяжким преступлением. И признание статуса нелегала отягчающим обстоятельствам в случаях, если вдруг такой нелегал совершит какое-то правонарушение. Отмечу, что большинство этих законопроектов были рождены в последние полгода. И принимаются они практически единогласно. Вы знаете, что против нашей страны развернута с 2014 года, а после 2022 года, настоящая информационная война. И наши так называемые партнеры испытывают, ставят на нас эксперименты, испытывают самые разные способы, подходы, как нас взорвать изнутри. Победить снаружи у них никогда не получится. Поэтому изнутри нас взрывают разными способами. Либерализмом пытались, борьба с коррупцией Навальной и так далее, не прокатило. Пытались так называемым таким уропатриотизмом, пригожим, не прокатило. Они год накачивают ситуацию вот эту миграционную. И несмотря на то, что мигрантов не стало за год больше, или там какая-то катастрофа изменилась, с чем-то связано, ничего, общество у нас абсолютно вскипело. Мозги за год изменились. Все ходят, мигранты, мигранты, мигранты. Больше ничего у них, кроме мигрантов, нет. Более того, по социологическим исследованиям, тема мигрантов победила тему СВО. В смысле озабоченности. То есть у нас преступления мигранты совершают 3% от всех преступлений. То есть будь убитым русским человеком или гражданином России. У нас 97 случаев из 100, но в 3% это может оказаться мигрант. Тем не менее, люди не хотят ничего слышать, не хотят ничего видеть. И у них только тема мигрантов и так далее. На работе очень много сталкиваемся, особенно после теракта в Крокусе. Наши покупатели косыми взглядами смотрели, как-то нецензурно выражались. Но спустя некоторое время все это забылось. Но все равно у нас осадок остался. Вот после теракта в Крокусе очень сильно наши власти озадачились изменением законодательства в сфере миграции. И вот сейчас начали и штрафы поднимать, вводить различные запреты и все остальное. Как-то это поменяло твою жизнь? Может быть, не совсем твою? Может быть, знакомые, друзья? Как-то настроение? Может быть, кто-то хотел переезжать, а потом передумал? Это повлияло. Большинство моих сотрудников, коллег начали проверять документы в общественных местах. Даже к нам на работу приходили, были штрафы, также некоторых депортировали. Были такие случаи. Также подорожала аренда жилья на данный момент. Вот именно после теракта все это вот были такие изменения. Из-за сложности большинство мигрантов решили уехать к себе. С какими сейчас трудностями сталкиваются мигранты? Вот последний, если сравнивать сегодняшний день и, ну, примерно два года назад возьмем, или, может быть, три? Ну, если брать короткий период, в два-три года, то, наверное, усилилось количество проверок, вот таких достаточно жестких, ну, связанных с мерами безопасности, там, в тех же аэропортах, да? Вот сейчас много новостей, что задерживают мигрантов. Проверкам сотрудниками МВД на предприятиях стали подключаться. Проверкам организаций, которые позиционируют себя как то, что они отстаивают интерес русского населения в России, вот именно русского, не российского. И ведут себя достаточно агрессивно, иногда даже устраивают драки с трудовыми мигрантами. То здесь, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы сотрудники МВД придерживались, да, установленных правил проведения проверок и не допускали таких несанкционированных вливаний в их коллектив. Потому что это все-таки очень серьезно, негативно влияет и на имидж самой работы полиции, и на имидж России в целом. Потому что начинают жаловаться трудовые мигранты и в посольство, и блогерам о том, что их избили при проверках даже не сотрудники полиции, а вообще неизвестно кто. Долгое время в Россию приезжали трудовые мигранты, осуществляли здесь трудовую деятельность, работали в разных сферах. И в какой-то момент просто накопительный эффект, достаточно большое количество мигрантов оказались вне правового поля. В том числе на эту ситуацию повлиял и ковид, если вы помните, когда были закрыты границы. И действительно накопился ряд вопросов по правовому положению этих иностранных граждан. Я думаю, что, конечно же, усилия правительства были направлены на то, чтобы вернуть этих трудовых мигрантов в правовое поле. Но при этом, конечно, имели место и имеют место до сих пор какие-то перегибы на местах, которые, собственно говоря, это естественно при такой большой работе. Что касается положения узбеков, если мы говорим об узбеках России, то есть граждане России, на них миграционное законодательство не распространяется. Они один из многочисленных народов России, живут прекрасно, каждый на своем участке трудится, приносит какую-то пользу. А если мы говорим именно про мигрантов трудовых, которые приехали в Россию работать, то, конечно же, к ним требования ужесточились. Это касается и требований по постановке на регистрационный учет, стали тщательнее проверять регистрационные адреса, на которых мигранты проживают. Также стало сложнее оформить трудовой патент, потому что, как вы знаете, усиливался контроль за экзаменом по русскому языку. Ну и сама процедура осуществления трудовой деятельности сейчас строго регламентирована. То есть иностранец, имея патент, должен подавать ряд уведомлений, периодически отчитываться, своевременно оплачивать за патент и так далее. Это, естественно, приводит к некому естественному отбору, когда мигранты, которые не успели к этому адаптироваться, подготовиться, либо не обладали достаточными знаниями об этих изменениях, они пострадали в первую очередь, потому что получили выдворения, запреты в Россию и так далее. Но жизнь имеет цикличность определенную. На следующей итерации уже трудовые мигранты более осмотрительны в оформлении документов. Но есть и обратная сторона монеты. То есть того количества трудовых ресурсов, которые были ранее в России, сегодня нет. Об этом говорят все. И часто работодателю приходится бороться сегодня за трудовые ресурсы. То, что касается настроения средообщин, вот буквально на днях я общался с работодателями, их было несколько. Все говорят, что если раньше, да, мы ничего не чувствовали, были рабочие и среди мигрантов, и среди местных населений, но в последнее время точно рабочих рук не хватает. А ужесточение законов против мигрантов, эти потребности сделать еще больше. Мы понимаем, что законы должны соблюдаться. Есть граждане, которые уже приняли российское гражданство, но есть люди, их тоже очень много, они граждане других стран, но они работают законно, платят налоги, хотят как-то интегрироваться в российское общество. Вот что с ними сделать? Потому что когда идет тотальное давление на этих мигрантов, здесь именно порядочные, честные, поверьте, среди них такие тоже есть. Потому что мы говорим, 15 миллионов, если из них 1% уже будет, а мы знаем, что не все порядочные, честные, среди них тоже есть и преступники, и воры, и другие. 1% это уже 150 тысяч человек. В России законно находят? Нет, правда. Незаконно? Нет. Я не вижу формулировок миграционной политики. Ее нет. Либо она какая-то есть, и вот как-то она идет, да, она может быть расхляванная, как была, да, ее можно там где-то ужесточить, как бы, да. Но политика – это когда мы формулируем какую-то вот стратегическую цель, бьем ее на этапы какие-то, да, и, значит, вот какая-то есть. Политика, она неофициальная, официальные политики декларированы, да, вот прописаны, да, мы идем в коммунизм, ее нет. Значит, до тех пор, пока ее нет, значит, это вот все, танцы с бубнами какие-то, все, что происходит, да, ужесточение. Ужесточение я видел миллион за последние 20 лет, как только происходит какой-нибудь из ряда вон выходящий случай резонансный, не знаю, маршрутка, на которой управлял мигрант, значит, куда-то въехало, погибло сколько-то народу. Это все запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Я думаю, что чуть не каждый губернатор за последние 20 лет принимал какие-то местные локальные решения запретить, не пущать, значит, у нас не будет мигрантов там, здесь. Ничего это не дало от слова совсем, как бы, да, не даст и это. Там ужесточение контроля над приезжающими с непонятными целями или с понятными целями людьми, ну, это хорошо и правильно, но это не политика, это какая-то тактика вокруг. Да, ну, правильно ли понимать, зачем люди к нам приезжают, значит, ну, если они здесь что-то нарушают, их быстро высылают, как бы, да, правильно. Но вопрос-то с политики начинается, оно вообще нужно? Значит, если нужно, в каких объемах, значит, с какими целями и для чего? Знаете, ведь маркетологи посчитали, социологи вместе с ними о том, что мы нуждаться будем в мигрантах порядка 80 лет. Вы понимаете, как за 80 лет может измениться национальная составляющая России? Да. Да, если мы вот так вот будем давать мигрантам гражданство, вы понимаете, сколько у нас фиктивных браков сейчас за деньги происходит? Выросли целые подпольные организации, которые занимаются обустройством, устройством гражданства для мигрантов России. И очень многие вопросы решаются нелегально. А по каким законам они живут? В армии ходят? На СВО пошел, будет один по мембрандляции. Не работают? Не работают? Деньги получают. А деньги не получают? А сколько можно? Почему у тебя не получается гражданство российское оформить? Получается. Получается? Я сам не хочу этого. А? Сам не хочешь? Да. А почему? Просто я изначально планировал, что уеду, отучусь, уеду к себе. Но после окончания поехал домой, попытался найти работу. Там тоже такая система, что связи, родственники, 5-я, 10-я. И я просто уехал в Москву. Ну, а почему тогда не хочешь гражданство российское оформлять? Ну, я просто не представляю свою жизнь здесь. А, то есть у тебя все равно в мыслях ты держишь, что ты вернешься, да? А что должно произойти, чтобы ты вернулся? Вот какая у тебя там точка есть? У меня семья, родственники, друзья все там. Какая у тебя цель? Ну, не знаю, там накопить 2 миллиона, например, и вернуться в Бишкет? Или как? Или там построить дом? Я уже строю, не строю, а я уже купил в рассрочку квартиру в Бишкеке. И на данный момент я плачу рассрочку. Как только там будет решен вопрос с жильем, ты соберешься и уедешь туда? Да. Здесь не нравится? Нравится. Нравится. Ну, в общем, что мне нравится в Москве, это инфраструктура. А не нравится? Не нравится. Мне нравится, наверное, отношение... Отношение россиян к иностранным гражданам. Ну, то есть ты все равно чувствуешь себя не в своей тарелке, да? Да. И все время в таком напряженном состоянии. Да. Чувствуется все это. Регионы один за одним принимают законы, которые запрещают мигрантам работать в той или иной сфере. Это и транспорт, и сфера услуг, и торговля, и такси. И складывается ощущение, что после всех запретов, уже введенных, и будущих, и на фоне сегодняшних антимигрантских настроений, наложенных на острый кадровый дефицит, этот двор зимой уже не будет таким чистым, и чистить снег будет просто некому. Такси будет стоить еще дороже, ехать оно будет дольше, а курьерская доставка останется только в элитных магазинах и ресторанах. Законопроекты все выверяются специально с правительством и так далее, потому что у нас нет дураков таких, которые есть, к сожалению, в паблике, которые говорят, там, всех выгнать или еще что-то. Потому что в правительстве все-таки смотрят, сколько каждая отрасль, каждое министерство требует рабочей силы. У нас ее там гигантская нехватка в стране, поэтому, естественно, мы не примем никаких законов, которые бы вредили нашей экономике. Ни в Европе это не понимали, ни в Америке не понимали, и у нас правительство ответственное, то есть мы ради популизма свою экономику гробить не будем. Как с вами еще разговаривать, а? Как? Вы заебите уже, нахуй. 30 человек заходит, 14 человек не переводит. Вы издеваетесь, что ли, нахуй? Ну, а сейчас отрасль ЖКХ справляется с... Знаете что? Вот когда отрасль ЖКХ не будет справляться, вы об этом узнаете первыми. Потому что ваш день начинается не с чашечки кофе, как правило, согласны со мной, да? А с услуги, которые вам оказывает управляющая организация. Вы поняли, о чем я говорю? Отопление, водопровод. Канализация, да. Разумеется, разумеется. И, значит, если управляющая компания не работает, вы это увидите сразу. Подводя это какой-то некий итог, можно сказать, что, по крайней мере, ближайшей зимой девицита дворников не будет. Москву очистим, все будет нормально. Нет, у нас полный комплект. Нам жаловаться пока не на что. У нас действительно полный комплект. Вот поверьте, что если у нас будет какой-то недобор в этих кадрах, ну, я, наверное, первой побегу агитировать собственников, людей, подработать в нашей сфере. Могли мы обойтись без такого наплыва мигрантов? Могли, но это время закончилось, потому что мы последние 20 лет завозили, завозили, завозили. И дальше, вот если мы говорим, что у нас то ли 10, то ли 20 миллионов, и как считать тех, кто получил законно-незаконно за последние несколько лет российское гражданство 90% криминально, ну, как-то там, значит, вот мы их как считаем? Они уже российские граждане или все-таки где-то виртуально? Не очень, да, но они же включены в экономику. А дальше, значит, вот у нас есть абстрактная цифра 73-76 миллионов человек, экономически активное население. Значит, из них половина – это не производящее население, просто это силовики, армия, бюджет, чиновники. Значит, производящего населения, вот кто что-то производит руками, не знаю, там, гайку или пиццу печет. Треть экономики на сегодняшний день, треть, как минимум, а то и там, ближе уже к половине, производящий чего-то на территории Российской Федерации, это трудовые мигранты, которые приехали к нам за последние 20 лет. И когда я слышу на сегодняшний день, давайте, там, вышлем всех мигрантов, я говорю, я сам, конечно, противник этой вот истории бесконтрольной, но, ребят, вы уже не понимаете, о чем мы говорим, если сейчас выслать всех мигрантов, у нас встанет все, просто экономика встанет в секунду, остановится ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, все встанет, просто… Во-вторых, это люди, которые уже глубоко включены в производственные процессы, в производственные цепочки, в логистические цепочки и так далее. Значит, вопрос, что мы хотим с этими людьми сделать. И этот вопрос самый главный, потому что делать что-то нужно. Сегодняшние изменения в законах пока практически никак не повлияли на ситуацию. Да, появились некоторые ограничения. Да, ужесточаются штрафы, условия получения гражданства и условия пребывания. И, очевидно, нужно время, чтобы новые правила заработали и были какие-то результаты. Но, похоже, что главная проблема не снаружи, откуда к нам едут мигранты, и даже не в них самих. Главная проблема – внутри. Если мы хотим ее решить по-настоящему, можно сколько угодно принимать эти мигрантские законы, и у нас есть что чистить. У нас очень плохое миграционное законодательство, у нас очень плохо работают миграционные службы, и работать над этим нужно и можно. Но, прежде всего, если вы хотите эту проблему решить, вы должны себя видеть частью проблемы этой. Эта проблема у Европы возникла на 30 лет раньше, чем у нас, и они пытались, и национализмом это пытался, и миграционный законодательство – ничего не получилось. Они получаются ровным счетом по одной причине. Есть законы демографии. И вот если вот так, это пирамида здорового человека. То есть внизу очень много детей, и наверху, соответственно, умирающие поколения стариков. Вот она так выглядит. Пирамида больного человека, она выглядит прямо противоположной. Детей нет, и огромное количество пенсионеров, как в Европе. Кто замещает их? Кто кормит этих всех стариков? Мигранты. И у нас та же самая ситуация. Мы должны посмотреть на себя в зеркало и сказать, почему мы не рожаем, вот мы взрослые, почему не рожали наши родители, почему к Пугачевскому бунту поимкнули татары, башкиры, огромное количество людей. По такой, знаете, простой банальной причине. Потому что русские плодятся, как тараканы, и занимают казахские, башкирские, татарские земли, приходят на эти земли. Понимаешь ли, вот никуда от этих русских деваться некуда. Вот они поэтому восстали, восстали. Плохо, что ли? Почему-то в 18 веке мы это могли, в 19 веке мы это могли, а сейчас мы решили, теперь мы жертва. Теперь мы жертва. Вот от образа жертвы надо отходить, и ничем мы не решим эту проблему, если мы не будем рожать. Рожать, рожать, рожать. Вы что делаете? Папа, папа, папа! А ну-ка, нож у ребенка был в руке, вы о чем говорите? У меня нету. Он занесла домой. Юра! И на детей на площадке бросался. Вам видео показать? У нас было миграционным вопросом, вопросом я сперва занимал Министерство внутренних тел, потом создали специальные службы, потом опять передали в МВД. Но ничего не меняется, надо работать. Есть же опыт других стран. Как это делается? Вот давайте так сделать. Поэтому с этими надо бороться. Надо конкретно, систематически заниматься этими вопросами. Если мы этими вопросами будем заниматься только тогда, когда у нас происходит ЧП, мы никогда не добьемся того, чего мы хотим. О детях мигрантов. Такие предложения уже пошли. Надо для детей мигрантов открыть новые школы. Совершенно несправедливо. Многие из них здесь родились, выросли, но у них гражданства нет. Но они лучше знают русский, чем, допустим, представители коренных населений. Или есть дети, которые готовы учиться, но по-русски нехорошо знают. Надо дополнительно заниматься. Для этого есть все условия. Надо просто работать. Честное слово, я не понимаю, откуда такая агрессия, вот такое невосприятие именно мигрантов. Безусловно, среди них есть, которые не уважают законы страны проживания. Это неправильно. Но с другой стороны, единицы, но есть люди, которые знают, что без этих рук, без рук мигрантов мы ни к чему не добьемся. Все должно быть на законном основании. Есть среди них законопослужные, порядочные. Просто надо, чтобы законы работали. В отсутствии политики все это бессмысленно. Ну, вот запреты, да. Контроль силовой, да, он какой-то смысл имеет. Значит, оградить забором, значит, каждый контролирует, каждому браслет, значит, еще что-то. Ну, будем контролировать. А политика-то какая у нас? Политика у нас сейчас замещаем население. Давайте так и скажем. Но у населения возникнут вопросы. А почему бы вместо этого не вложиться в образование, значит, в медицину для населения, значит, и как-то там... Ну, ответ, ну, это же вот нам нужно здесь и сейчас строить чего-нибудь там, очередную башню, как бы, да, или газопровод. А это же вот, знаешь, лет через 40 что-нибудь, если правильно, и умные люди что-то будут писать года три, будем согласовывать, будем принимать какие-то законы, потом под эти законы финансирования, потом под эти финансирования программы в педагогических вузах. Коллектив у нас интернациональный, есть и русские, и узбеки, и Кыргызы, но большинство работающих сотрудников это граждане СНД Кыргызстана, Казахстана. Как люди к этому относятся? Вот покупатели? Ну, сфере услуг, мне кажется, адекватно. Уже привыкли, да? Уже привыкли, да. Но были какие-то острые ситуации? Были, да. Когда аутсёрсинговая компания предоставляла мобильных кассиров, они отправляли сотрудников, которые плохо говорят на русском, при этом плохо работают на кассе, и приходилось мне от покупателей выслушивать жалобы, претензии. На самом деле сейчас дефицит кадров везде, не хватает кассиров, уборщиц, продавцов мясной прилавки. И на данный момент, чтобы как-то решить свою ситуацию у меня на работе, я делал объявление, что ищу сотрудников в продуктовый магазин у себя там на страничке, в котором подписаны все мои друзья, знакомые в Кыргызстане. И никаких откликов нет. То есть они не хотят ехать? Или почему? Учитывая всю ситуацию, которая происходит сейчас в стране, скорее всего, не хотят. Да и плюс к тому, что сейчас курс рубля упал очень сильно, и это все сказывается. И на основе этих событий, наверное, предпочтут другую страну. Я бы хотела, конечно, чтобы чуть-чуть снизилась вот этот накал агрессивной активности в СМИ, в соцсетях, которые развивают вот это вот негативное отношение против мигрантов, потому что все-таки очень часто оно переходит от мигрантов к россиянам, нерусских национальностей. Поэтому не хотелось бы, чтобы разжигались такие страсти, которые потом... Вот тогда они могут взорваться очень нехорошо именно такой вспышкой агрессии. И уже куда эта агрессия выведет против мигрантов или против россиян? Вот этого бы не хотелось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова